всем привет друзья в общем как хорошо когда допустим человек начинает обращаться действительно научной литературе и вот одно из последних видео да я уже показывал вот эту девушку марину мы как-то спорили на ее канале она приверженец природного земледелия и там некоторые допустим фундаментальные основания их я ставил под сомнение мы начинали спорить в конце концов она меня забанила и все и я короче не могу оставить на ее канале никакой комментарии но да вот то что мы постоянно ну то что я постоянно писал ей это не нравилось и скорее всего вот судя по последнему видео которое у него вышло на канале она все-таки взялась за книжки прочитала и практически все как по учебнику рассказала что такое гумус как он расходуется и так далее и тому подобное потому что у нее оказывается тоже спор с одним человеком который занимается выращиванием биогумуса это вот та тема которую наверно вот мы будем развивать статья на из гамбурга она тоже этим заинтересовалась я уже давно заинтересовался и в этом году действительно я короче начну заниматься выращиванием и червей и земли как удобрения из-под червей для своего огорода вот в общем суть спора такова что он нахваливает свой биогумус и говорит что вот другие производители они обманывают вот и он там начинает смешивать все это ну в таких с водой в стаканах у него он окрашивается в темный цвет у других не окрашивается он там плавает и так далее в общем и вот марина конечно она взяла подала эту тему и она четко как по ученику рассказала в чем он не прав единственное за что вот я зацепился это то что опять было допустим притянуто за уши вот это вот не перекопка перекопка не перекопка для представителей природного земледели это прям вот я не знаю нечто вот недавно мне тоже один написал его комментарий был на проверке я его не видел посмотрел смотрю оказывается есть комментарий вот и я на него ответил в он пишет вот ты там учишь ты придурый козел такой и все вот начинаешь учить там умничать и так далее да посмотрев но в природе никто никогда этот навоз не заделывает вот на что я допустим ответил человеку что и в природе до культуры ну допустим те же самые огурцы которые мы пытаемся выращивать в не характерным для огурцов регионы там допустим там урал сибирь и так далее да что это не родная именно местность области или там страна этого огурца или те же самые помидоры что мы допустим выращиваем культуры и подготавливаем почву под эти культуры а культуре мы ее вот и это сильно отличается допустим от того что происходит в лесу в лесу там природа огурцы не сажает и помидоры тоже не сажает и соответственно она не готовит почву и там если мы посмотрим в лесу помидоры с огурцами не растут а нам же хочется это выращивать у себя вот поэтому бывает такие вот доводы которые вам приводят они могут все граничит я не знаю с какой-то упорост и упоротостью или фанатизмом и так далее ну вот вернемся допустим к этому видео опять же марина она сказала в своем видео все рассказала как по учебнику как его повторял на что гумус это запас питательных веществ в черноземных районах вот и он расходуется только тогда когда недостаток допустим минерализованных или доступных питательных веществ когда вот их не хватает тогда микроорганизмы начинает перерабатывать этот гумус да вот он бывает еще сам начинает перерабатывается тогда когда повышается кислотность почва вот допустим марина она сказала что после этого когда вот гумус есть а за последнее время происходит деградация гумуса это из-за того что опять же пашут эту землю что оказывается и вот эти вот окислительные восстановительные реакции влияет на гумус и он начинает переходить в минеральную форму и питает растения а научно-исследовательский институт который находится на этих черноземных полях допустим я вам показывал вот этот вот не до кучаева там у них три опытных поля они прям середине там находится воронежская область они сказали что на рубеже двухтысячных годов тогда когда вносилось очень мало извести который является очень хорошим почвообразующим элементом благодаря которому образуются такие стабильные почвенные агрегаты вот то что недостаток кальция в почве спровоцировал потерю гумуса в общем кислотность поднялась под воздействием кислот начали растворяться вот эти вот начал растворяется этот гумус ну вот он переходить на начал в доступную форму но это являя это является только триггером вот это спровоцировала а дальше последовательно пишут что из-за того что снимается допустим урожая довольно таки много а вместе с ним выносится из почвы питательных веществ очень очень много и не возвращается обратно даже с минеральными удобрениями не возвращается столько обратно сколько выносится потому что там оказывается если почитать на этом сайте этого института то там вывели несколько сортов сельскохозяйственных культур которые намного приносят урожай я не знаю как сказать это чем допустим чем раньше были та же пшеница да она высоко урожайная там допустим на 300 процентов до гибрид какой-то такой представьте себе что такая пшеница она выносит еще больше и соответственно из года в год вносилось все меньше и меньше и тогда для питания растений бактерии перерабатывали этот гумус и он просто-напросто начал уходить да вот только из-за этого ну вот ладно это в общем это я не знаю игру это какой-то камень преткновения вот все цепляется к этой перекопки не перекопки ну вот черным по белу в тех же книжках написано да по грахими или почвоведению что из-за того что допустим перепахали тут же сразу возникает риск воздушной и водной эрозии ветром подхватила эти мельчайшие частичью почвы и уху несли бывает тоннами уносит да вот эрозия перри именно пример при распашке когда поле стоит но тут же сразу засеяли какими сидератами то этот риск он снижает намного или допустим делают леса полосы который защищает скорость ветра снижается все уже почва не выносится и водная эрозия я об этом подробно говорил когда весной талые воды они просто-напросто вымывает поверхностный слой до уносится вот эта почва и он начинает удончаться и конечно же каждый год допустим по два сантиметра гумусного слоя на уходе вот и нужно конечно применять всякие разные защитные средства вот это что в кислотах растворяется именно органическое вещество или тот же гумус не только кислород участвует но оказывается и гуликислый газ то 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 же самое допустим органическое удобрение которое вносится в почву да она выделяет углекислый газ и вот под воздействием вот этого углекислоты на начинает растворяться всякие разные органические остатки это конечно было вот такой вот большое отступление но я дальше не буду продолжать эту тему сделаю только такое заявление что я постараюсь рассказать о том что нужно делать дачнику да все-таки на что стоит обращать внимание и ну к чему готовится в общем не сказали ты читай а нам просто-напросто рассказывай что нужно делать и конечно я хочу рассказать о всех органических удобрениях которые я допустим ну некоторых органических удобрений но тот же навоз сделал такую затравку да будем говорить о навозе будем говорить о соломе а навозе соломой вот то тот же самый навоз он чуть-чуть уступает по по содержанию питательных веществ и эффективности хотя он в сельском хозяйстве принят за универсальное органическое удобрение вот и но он уступает тому же с чего мы начали это видео тому же bio bio гумусу в общем то что перерабатывают черви оказывается в несколько раз в десятки раз эффективнее чем допустим чем навоз вот но мы захватим все органические удобрения поговорим потому что если речь идет о сельское хозяйство то там еще идет и эффективности применения тех или иных удобрений поэтому если есть допустим в сельском хозяйстве где-то рядом животноводческая ферма они конечно берут оттуда и разносят все это по своим полям но у нас кроме того что допустим мы можем где-то у у бауров купить допустим навоз разный может быть у кого-то есть свое хозяйство да там курочки в принципе этого будет там я не знаю достаточно есть бесконечное количество всяких разных растительных остатков есть листва которые вы можете не причиняя особого вреда той же самой природе там собрать в этом в лесу да что у нас еще есть ну и наверное венцом всего будет вот как раз этот биогумус и скажу только одно что биогумус короче биогумуса его нужно если мне не изменяет память всего кажется 30 грамм на квадратный метр чего не скажешь допустим про на тот же самый перегной где вносится там ведро или там два ведра и уже точно не помню или тот же самый навоз вот но если речь идет как раз таки о органических удобрениях то там конечно начинает ну появляется такой фактор до эффективность того или иного удобрения насколько она эффективна и мы как раз тоже это разберем потому что навоз внесение его допустим осенью свежим или перепревшим полу перепревшим или перепревшим это совершенно разные по качеству по составу органические удобрения и в этих конечно тонкостях нужно разбираться перед этим еще должен подготовиться я прочитал что запомнилось что вылетела сразу головы поэтому нужно конкретно подготовиться прочитать все то что касается органические удобрения и потом я уже вам выдам а вы вы не забывайте подписываться ставьте лайк комментируйте если у кого есть какие-то критические замечания критика пишите как вот написала мне моя зрительница моего канала что вот плохо там кого-то осуждать вот при этом там слушать лекцию осипова и не выполнять этом все все требования но об этом нужно говорить да это не замалчат мы обсуждаем не человека мы обсуждаем ту проблему которую как раз таки людьми этими и была создана вот в принципе и все на этом всем пока и увидимся это не все и и и и и и и и